Большинство современных политиков пишут речи спичрайтеры. Ну вот в такое англоизированное время мы живем, что приходится использовать подобные термины. Был свой спичрайтер и у Минина, только писал он речь не до ее произнесения, а после, по памяти. Неизвестно, так ли именно говорил Кузьма Минич Захаря Сухорук или Сухоруки. Да, это и не важно. Важно то, что его посыл произвел должный эффект. Это один из ранних примеров грамотного политического пиара или, как бы мы сейчас сказали, коммуникации с солевой аудиторией, то есть с народом. Обращение Минина к нации может стоять в одном ряду с речью Черчилля. От 4 июня 1940 года «We shall never surrender». Эти слова знает каждый англичанин. И речи Сталина от 3 июля 1941 года «Братья и сестры». Эти слова знает каждый россиянин. Интересно, как изменился гендерный вектор. У Минина это мужи и братьи, никаких вам сестер. Более того, сестры, жены и дочери понадобились совершенно для другого. Вопрос ведь был, как и на любой войне, в двух вещах. В деньгах и войске. Люди послушали велеречивого купца, покивали головами. Но когда дело дошло до сбора средств, энтузиазм у многих испарился. Вот тогда-то и был кинут клич «Заложим детей и жен наших, но спасем землю русскую». Минин прекрасно понимал, что на прижимистых коллег по торговому цеху можно действовать только одним способом. Поэтому он взял в заложники членов семей состоятельных горожан. После чего появились и деньги, и драгоценная утварь, и все то, что является кровью в организме под названием «война». Он спас страну в критический момент. Но он уже тогда не мог занять педестал официального признания. Для этого понадобился князь Пожарский. В тандеме они представляли собой истинно русский дух, который не испарился в критический момент, а наоборот, проник во все щели и государство не развалилось. У Минина было признание народное, а оно, как мы знаем, куда ценнее. Но была одна проблема, которая актуализировалась на начальном этапе становления советского государства. Минин был мясник. Ну и что такого, спросите вы? Все профессии важны, все профессии нужны, как писал Самуил Яковлевич. Именно охотнорядские мясники в Москве любили присоединиться к полиции и начать уделывать скубентов, как они их называли, вышедших на демонстрацию. Один из таких инцидентов даже получил название «Дрезденское побоище». Дело было на Тверской площади в Москве возле гостиницы «Дрезден». Поэтому после революции, когда не то чтобы Минину, даже Суворову с Кутузовым не нашлось места в пантеоне героев коммунистического государства, о любых напоминаниях о купце, спасшем Россию, можно было забыть. Но, как выясняется, на пустом месте мы наш, мы новый мир не построим. Слишком сильны привычки и слишком сильна народная память. Поэтому стало возвращаться, если не все, то многое, от погонов в армии до рождественских елок в домах. Затем пришла война, и вот тут понадобились все герои прошлого, включая Козьму Минина. В 1952 году в Москве открывается станция метро «Комсомольская кольцевая», где на потолке среди шести мозаичных полотен есть изображение героя нашего рассказа. Это апофеоз сталинского ампира. В Нижнем Новгороде памятник Минину должен был появиться еще до революции, но помешала Первая мировая война. После 1917-го, по причинам, изложенным выше, про подобный монумент можно было забыть. Но во время войны на месте снесенного памятника Александру II установили монумент торговцу мясом, которому Россия обязана, если не всем, то многим. А улица Жуковского, ставшая при коммунизме университетской, была переименована в улицу Минина. Ее истоки в 1955 году установили бюст за авторством местного скульптора Кикина. Интересно сравнить его с проектом того же Кикина, который находится в музее в бывшем доме Сироткина. Был проект памятнику, оставили только один бюст, поскольку еще один памятник уже стоял буквально в двух шагах отсюда. Однако у Кикина Минин настоящий былинный герой стенки разинского пошиба. И, честно говоря, именно этот вариант в Нижегородском государственном художественном музее больше всего ассоциируется с образом того, с кого он, по идее, должен был быть вылеплен. Вот так, то густо, то пусто. Минины в Нижнем Новгороде есть во всех ипостасиях, в топографии, в памятниках. Что совершенно справедливо, учитывая подвиг нашего великого предка. А с вами был проект «Нижний с перцем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова